В эфире православного телеканала «Союз» беседа с батюшкой в студии Михаил Карелин. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Гость нашей программы – настоятеля храма «Сошествие Святого Духа» в поселке Первомайской Московской области, директор Московской православной гимназии имени Иоанна Богослова, протеерей Сергий Махонин. Здравствуйте, отец Сергий, благословитель наших телеканалов. Добрый вечер, я буду благословить всех. Дорогие друзья, с отцом Сергием мы продолжим тему православного образования, начатую в предыдущую нашу встречу. Сегодня мы поговорим об обучении православной гимназии. Отец Сергий, первый вопрос. А зачем вообще нужны православные школы? Ведь не вы сами, да и никто другой современного духовенства гимназии, тем более православных, не заканчивал. А священниками, однако, стали. Ну, знаете, говоря языком таким современным, это отзыв или отклик на некой такой, так сказать, или на запрос определенной части общества. И первые школы появились как раз в России в 90-м и в 91-м году. Это самые первые школы, первые официальные школы, это гимназия Радонеж. Потом вот наша школа, школа, значит, в Собурово, традиционная гимназия, Свято-Владимирский образовательный центр. Это было веяние времени, потому что, можно сказать, что вот этот подъем религиозного сознания на рубеже, когда праздновался широко юбилей крещения Руси, это был такой, я бы назвал его военным языком, такой своеобразный призыв людей в церковь. И очень многие пришли, и кто-то стал священником, кто-то, так сказать, иной какой-то занял свое место, какую-то нишу, нашел в церковной ограде. И в это время вот люди, которые, может быть, и не было четкого такого внутреннего еще, так сказать, сформированного церковного религиозного мировоззрения, очень многие были недовольны тем состоянием образования, которое у нас уже тогда было. И так как-то вот, как некий такой живой бродильный элемент, вот таким образом в сознании людей такая мысль была. И люди стали приходить и как-то думать о том, чтобы вот создать такие школы. Мы создавали свою школу на базе государственной школы, просто в рамках государственной школы, 11.30 в Крылатском. Пришли родители, в течение года занимались ее созданием, в течение учебного года. И уже к началу сентября 1991 года сформировалось количество определенных желающих учиться в такой школе. И, милостью Божией, директор школы согласилась открыть такие классы. И вот мы открыли такие классы, годик мы в рамках школы поработали, а потом мы уже сами самостоятельно стали жить. То есть это вполне такой живой процесс. А то, что мы их не заканчивали, их просто не было. И вообще говоря, современная православная школа это новый тип учебного заведения. О нем еще можно долго говорить, рассказывать, это отдельная проблема. А чем же православная гимназия отличается от обычной, средней, общеобразовательной школы? Вот в части преподаваемых в ней предметов? Или принятых в ней правил? Ну, во-первых, все-таки православная школа, с уже устоявшимися какими-то традициями, достаточно известные, о которых я вот, например, говорил, они все-таки имеют, во-первых, мы принимаем людей все-таки из православных семей. Все-таки конфессиональные учебные заведения. То есть как бы просто так с улицы прийти в школу достаточно сложно. Во всяком случае в нашу школу прийти. Мы на многие обращаем внимание здесь качество. В первый класс мы принимаем прежде всего, конечно, родителей, даже в меньшей степени детей, именно родителей, потому что чтобы не было в дальнейшем каких-то разногласий нетворческого, такого несозидательного характера. Чтобы мы все составляли некое такое единство. Церкви, семьи и школы. Это, в общем-то, часть церковной ограды. Некоторые школы создавались в рамках своих приходов, как, например, у отца Артемия Владимирова, или традиционные гимназии, которые объединяло людей, храмы святил Николая в Кузнецах, или когда Тец Алексей Минский, Свято-Владимирский центр. Это тоже, это были приходские такие больше организованные. А наша школа, она оказалась такой, знаете, как бы объединившей в себе людей из более чем из 40 приходов Москвы и Московской области. У нас учатся дети из разных очень приходов. Поэтому, чем она отличается от обычной школы? В системе преподавания практически нельзя уж и сказать так строго, что очень сильно отличается. Потому что мы обязаны, как учреждение образовательное, это я уж термин такой профессиональный говорю, выполнять то, что называется образовательным стандартом, то есть некие определенные требования к системе образования. Поэтому мы проходим лицензирование государственное, сейчас проходим пятую уже аккредитацию, наш 20-летний практически уже путь жизненный. И мы преподаем все те же предметы, что преподается в школе. Но, естественно, у нас преподается закон Божий, хотя некоторые православные школы, например, не преподают в силу сложности, так сказать, программ, загруженности большой. У нас преподается церковно-славянский язык, у нас преподается литургика, то есть изучается богослужение. Ну и пение имеет такой направленности особенной, помимо знаний таких основных по теории, там музыки каких-то, исторических, то, что в программе положено, есть еще церковное пение. Собственно, вот такие, ну и, естественно, сам характер преподавания и в части, естественно, научных дисциплин в корпусе, и особенно у гуманитарных, он, естественно, содержание образования, это все-таки православное мировоззрение, на основе православного мировоззрения. Вот что отличает, наверное. Ну и сам дух школы, это уже свое... Вот, собственно, такое отличие. Батюшка Сергий, а по каким критериям вот вашу православную гимназию нанимают педагогов, набирают учащихся? Ну, значит, по каким критериям педагогов мы принимали и принимаем? Тут, как говорится, когда мы начинали, это был один уровень. Вот просто я знакомых своих близких приглашал, среди филологов у нас были хорошие всегда связи, там было проще гуманитариев найти. Приходили очень разные люди, и там, как бы, в первые годы достаточно сложно было, например, найти очень хорошего, квалифицированного педагога в начальной школе. Ну, а потом, милостью Божией, такие люди пришли, и мы, конечно, отдаем предпочтение здесь, ну, во-первых, чтобы все-таки человек был православным, и, во-вторых, он должен быть профессионалом своего дела. То есть человек должен грамотно, квалифицированно, с большой любовью, с ответственностью определенной выполнять свое послушание учительское, то есть быть хорошим преподавателем. И были случаи, когда мы брали не совсем еще воцерковленного педагога, и он воцерковлялся по мере уже работы с детьми у нас в школе. А детей, ну, это вот прежде всего, конечно, мы берем детей из церковных семей, прежде всего. В редком случае брали им иногда, может быть, еще так, когда берем, когда мы видим, что семья искренне хочет воцерковиться, то есть это не поддельный такой, не лицемерный интерес, не просто там спрятать ребенка вот от какой-то современной, тяжелой, может быть, не всегда комфортной школьной или какой-то иной ситуации, а как некое бегство от мира. Вот критерии очень простые. Ну, я уже говорил, что в первый класс мы принимаем родителей. Вот это единство церкви, семьи и школы должно быть. Это очень важно. Иначе, понимаете, будут не те разномыслия, о которых апостол Павел говорит, что надлежит быть разномыслием, дабы открылись искуснейшие, а вот именно те, которые приводят к разрыву на основе эгоизма, гордости человеческой, что нам присуще всем в разной степени. И здесь очень важно вот это, вообще соблюдать вот эти вот очень тонкие грани. Ведь учебный процесс, он такой хрупкий организм. Вот школа, она с одной стороны очень консервативна. Она не может не быть другой. Вообще система образования, это очень консервативная система. А с другой стороны, она достаточно подвижна, она должна реагировать на то, что происходит в мире. И качественно изменились и те, очень многие такие, я бы сказал, критерии. Оценочное понятие у людей, тех, которые приходили в школу 20 лет назад, и которые приходят сейчас. Вот сейчас в школу приходят дети, которые уже родились в перестроечные годы. То есть, естественно, совсем недавно еще. То есть, это дети, которые воспитаны уже буквально, не буквально уже в том Советском Союзе, в котором воспитывались мы, в котором мы учились, заканчивали соответствующие учебные заведения. Это уже дети, которые могут свободно перемещаться по миру. Это дети информационного пространства, это компьютерные дети. Те, которым нужны современные технологии, которые в них легко и быстро ориентируются, которые этим живут. И здесь очень сложный мир, который необходим, так сказать, отношения с миром. Их надо учитывать в современном пространстве. Нельзя просто закрыться и сказать, знаете, что мы просто православная школа, а все остальное, что за стеной школы, это совершенно ненормальная жизнь. Это все очень. Батюшка, ну а чего ждут от вас родители, ваших потенциальных воспитателей? Родители ждут очень разного. В общем-то, родители хотят, чтобы дети их были нормальными, православными людьми, воспитанными, то есть достойными гражданами Отечества, хорошими детьми. И естественно, чтобы они получили хорошее образование. Потому что все-таки родители хотят видеть своих детей образованными. И под образованием, мы-то понимаем совокупность, это целое, единое целое, то есть воспитание, получение знаний. А иногда родители все-таки такой крен в родительском сознании, очень часто в сознании современных людей. Это некое, так сказать, хорошее образование, то есть какой-то престижный вуз, но естественно соответствующая карьера. То есть это православные тоже присущи. Православные люди такие же честолюбивые, как все другие. И они тоже хотят, чтобы их дети закончили хороший вузы, там, медицинская академия, например, или университет. Все это вполне нормальный процесс. Отец Сергий, а существует ли особенность преподавания? Делается ли акцент на религиозную традицию преподавания обычных приметов? Ну, безусловно. То есть эта традиция, она возрождается через как раз, собственно, православную педагогику. Сейчас большая победа вот этих лет, в общем-то, возрождение православной педагогики. Это очень важно. И отношение к учебному процессу совсем другое. Понимаете, у нас нет такого диктата, чтобы вот учитель должен стоять над учеником. И одновременно нет такого, чтобы школа занималась вот как раз, так сказать, то, о чем я косвенно обозначил, так сказать, сказал, чтобы школа не превратилась в институт такого, знаете, обслуживания, такого социального обслуживания, то, что сейчас в обществе потребления, эта тенденция, она очень такая развитая. Есть отношение заказчика и исполнителя. Вот если говорить языком таким официальным, то вот родители, они заказчики. А школа в лице, скажем, директора, то есть меня, она исполнитель. Мы заключаем договор на оказанное образовательных услуг. Вот люди приходят к нам, но это, если бы это только так формально рассматривать, то это таким формальным и будет выглядеть образом. Но это не может быть таким, потому что работа учителя и ученика – это соработничество. В общем, школа – это семья. И в семье бывает все по-разному. Бывают какие-то свои трения, бывают свои какие-то недомыслия, какие-то недоумения. Но все вращуется любовью. Господь покрывает все милостью Божией. У нас практически нет текучести кадров. За 19 лет люди уходили по разным причинам. То есть это либо на пенсию заслуженного, либо по состоянию здоровья, либо какие-то были еще там некоторые жизненные обстоятельства. Но в целом вот у нас, в общем-то, такой хороший педагогический коллектив, в котором, кстати, очень много людей мужского пола преподают. Что очень радует. Батюшка, а случается ли такое, что воспитанники преждевременно по собственной воле или по родительской воле покидают стены гимназии? И какова причина? Ну, здесь тоже есть житейские обстоятельства, когда люди переезжают, скажем, куда-то, да. Бывают некоторые и со стороны детей такие интересные очень странности, когда ребенок начинает, как бы, вот стремиться себя, как теперь выражается, идентифицировать в мире, и он стремится в этот мир. То есть мир его начинает затягивать со своими привычками, со своими рекламами, то есть с той дозвольностью, которая присуща его, скажем, сверстникам во дворе или где-то там в соседней школе. А родители как-то это пытаются сдерживать, может быть, не всегда удачно. И ребенок все равно, когда достигает определенного возраста, он просто либо ультиматум ставит родителям своим, либо просто начинается разрыв, понимаете? То есть он не может выполнить тех требований, которые предъявляет ему школа, ни в нравственном, ни в учебном смысле. Как правило, это еще сопряжено и с учебой, потому что учеба становится тоже, так сказать, не очень хорошей, не очень нормальной. И срабатывает иногда такое родительское эгоистическое очень чувство, когда свой ребенок, естественно, как своя рубашка, ближе к телу. То есть и свой ребенок, он воспринимается, собственный ребенок, как фактически от ангел. То есть те недостатки, которые у ребенка есть, на это часто родители закрывают глаза и идут на поводу. Такое случалось. Даже одна девочка целый год свою маму мучила. В полном смысле мучила. То есть она ходила в школу и говорила, что у нее болит живот. Это был ему повод, чтобы не ходить в школу. И мама тратила время, деньги, ходили к врачу, обследование проводили. А просто ребенку вот таким образом не хотелось сходить в школу, и не хотелось участвовать. Естественно, они ушли. Бывают случаи, ну они редкие такие, когда что-то, допустим, не устраивает семью. То есть, ну понимаете, не устраивает родителей какой-то. Им кажется, что должно было быть так, а вот это так. И при том, что индивидуальный характер обучения мы стараемся как-то сохранить, индивидуальный подход, учитывая и физические возможности, и материальные какие-то возможности людей, и психологические какие-то особенности, духовные состояния определенные наших родителей и детей. Это все по мере сил стараемся учитывать. Но иногда бывают такие недопонимания. То есть, это, в принципе, вполне нормальный такой живой процесс. И он был присущ вообще всегда жизни, потому что ведь, когда строится семейная жизнь, это ведь тоже, понимаете, очень сложно. Надо путь соли съесть, чтобы узнать человека, и притереться, узнать друг друга. Это всегда жертвенность. И в этом процессе, вот, соработничестве очень важно, потому что родители... У нас, если тут классных наставников, ну они же, как правило, и педагоги тоже, вот такой... Есть совет наставников, и практически каждые... Ну, не практически, а каждую неделю, это точно, проходят такие встречи, на которых мы обсуждаем какие-то проблемные ситуации за текущую неделю, или какие-то намечаем какие-то важные такие духовно-нравственные, воспитательные какие-то моменты, на которые надо было более, так сказать, акцентированно обратить внимание. Это вполне живое такое... Все, все... Живое общение со всеми недостатками современного сознания религиозного, которому немного лет, так сказать, вот, после возрождения, со всеми искушениями материальными, материального мира, то есть они так же не проходят стороной, и бывает, что человек вот из бедной, допустим, семьи, и каким-то... Ну, может быть, это тоже недостаток домашнего воспитания, может быть, какие-то иные причины существуют, вдруг смотрят, вот, а рядом человек богатый, богатый семьи, благополучный семьи, воспитанный, и эти вот моменты тоже очень важны, их надо тоже учитывать. Некоторые переносят это свободно и легко, не обращая на это внимания, а некоторым это дается трудно, и тут вот моменты такие тоже возникают, на это приходится обращать внимание, и учитывать очень... Это очень важно. Спасибо. Следующий вопрос к вам будет из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, слушаем вас. Пожалуйста, задавайте вопрос. Выключите звук телевизора, пожалуйста. Алло? Слушаем ваш вопрос. Да, здравствуйте, батюшка. Подскажите, пожалуйста, как вот поступить, лучше, как объяснить ребенку, и на его пять лет, и мы посещаем воскресную школу Храд Святой Екатерины. Там у нас, конечно, перед занятием и перед тем как-то в случае питья начинается обязательно молитва. То есть мы помолимся, выставим, потом уже начинается занятие, также и сроком чая, вернее. А вот в простом детском саду, когда взятки с поведом кучу, там нет такого. И вот, не знаю, возникали такие вопросы, я пыталась объяснить по словам, что, ну, те детки, еще не все знают, тоже, когда он взяток, он будет болеться. Ну, не знаю, как-то, может быть, неправильно объяснили, вот так лучше, ну, обещать. Спасибо. Вопрос понятен, конечно, да, но это вот реалии современной жизни. Вы знаете, здесь что очень важно и что очень ценно, чтобы не было раздвоенности сознания. То есть вот человек не должен как бы приспосабливаться к тем жизненным обстоятельствам и ситуациям, в которых он будет оказываться в течение жизни. Это была как раз одна из, может быть, ну, одна из таких черт фарисейского сознания, когда вот существовал закон, в нем было написано то-то, а люди жили совсем по-другому. Вот задача нашего воспитания как раз заключается в том, чтобы было целостное мировоззрение, когда Евангелие и церковное предание должны стать основой человеческой жизни, чтобы он не жил ни ребенок, ни взрослый человек, чтобы у него руки в одну сторону, голова думала по-своему, а, так сказать, сердце совсем в другом месте. Чтобы он не был, по слову Гоголя Николая Васильевича, лоскутным человеком, а именно цельным. И вот это, конечно, прежде всего, в начальном, на начальном этапе жизни, это прежде всего задача семьи. То есть, ребенок должен видеть ценность этой жизни и правду этой жизни, красоту этой жизни, прежде всего, в семье. И когда это становится традицией, и когда это для него станет естественной, нормальной привычкой каждодневно дома помолиться, помолиться, помолиться потом перед едой, то тогда, может быть, и в детском садике он найдет себя единомышленников, и ничего плохого нет, если ребеночек перед едой перекрестится и благословит тарелочку супа, которую ему дадут в трапезной детского садика. Это будет хороший, честный поступок. Вот, мне кажется, здесь таким образом можно. Спасибо. Отец Сергей, а как подается в вашей школе происхождение Вселенной, жизни на Земле, человека, вот при преподавании таких предметов как астрономия и биология? Естественно, какой здесь может быть подход? Вот, естественно, все творение, есть творение Божие, это все понятно. Вот, остальные теории, которые существуют и которые изучались в советской школе, они, естественно, так сказать, упоминаются, поскольку дети, выпускники у нас, многие очень поступали в медицинские вузы, то есть они сдавали, их спрашивали. Я помню, один мой ученик, да теперь же кандидат медицинских наук, значит, когда учился в медицинском вузе, то я слушал такую лекцию, когда один из преподавателей, он был в Уже, скажем, первый курс, еще было много лет, уже прошло, сказал, что вообще люди даже не от обезьяны произошли, а от поросенка. Посоветовал, чтобы показали ту ферму, откуда преподаватели такие происходят. Вот вопрос. Причем, понимаете, в мире много всего вот такого, так сказать, ненужного, что о чем, как апостол говорил, все равно и глаголы. Но есть такие вот, я бы сказал, такие истины в кавычках, которые оказывали на общество в свое время очень большое мировоззренческое влияние. И в том числе вот эти вот пресловутые теории атеистические. И просто, как бы сказать, не знать вот этого, конечно, это тоже недопустимо. А так обычно не подходит, что творение Божие, вершинное творение, человек, Господь пришел, будьте любезны, все очень хорошо. Нормальный подходит. Батюшка, вы говорите, что среди ваших воспитыванников нету людей, детей неверующих, нету детей из неверующих семей. Ну да, 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 конечно. Но, в общем-то, сейчас пришло то поколение людей, что родители достаточно молодые, редко кому. Просто есть родители, у которых много детей, те, так сказать, там за 40, даже и старше. А вообще, все родители, те, которые приходят уже в школу, они же все уже молодые, они сами-то вот недавно только-только все пришли в храм. И очень, я хочу заметить, есть такие семьи многодетные, очень воспитанные, и очень строго, и аскетично относящиеся к воспитанию. И в то же время достаточно состоятельные в материальном смысле, не ах, как уж такие, так сказать, богачи. Вот. Но, тем не менее, все это, слава Богу, ведь Господь в таком учительном своем делании, Он же, педагогика христианская, она не национальна, и, так сказать, она не имеет таких вот границ, то есть, это универсальная педагогика. У нас есть методика церкви, образ самого спасителя, который показал, как надо жить, как надо учить. А остальное из тех методик профессиональных, различных, наших традиционных опытов, и Ушинского, и, там, скажем, и Орачинского, это все, естественно, в различной степени используется, и используются какие-то современные тоже методы работают. Вполне совершенно нормальные. Люди из не верующих семей, к вам просто не приходят? Ну, знаете, или вы их не принимаете, когда они приходят? Как правило, сейчас этого, в общем-то, нету, то есть, вот, приходили люди, которые были, пытались, высорковлялись через своих детей, такое было, это был начальный этап развития православного образования, сейчас уже такого не начинают, приходят уже сознательные люди, у них есть четкое, ясное понимание, даже некоторые требуют от меня более такой жесткой, может быть, даже дисциплины, потому что, у нас, у нас не либеральный подход, но и он такой, как бы сказать, недавящий, потому что все-таки главный принцип христианской педагогики, психологии, и вообще жизнь в церкви, это все-таки обращение к свободному человеку, человек должен сам понять красоту и с любовью относиться ко всему. Батюшка, следующий вопрос к вам будет из Москвы. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, насколько я поняла правильно, в вашей гимназии она ориентирована, в общем-то, на семьи, хоть каким-то образом выцарковленные, ну а в 20 веке мы знаем, какие у нас последствия для семьи имеют место быть. Вот тут скажите, у вас все-таки ориентация на вот не совсем церковные, мягко говоря, семьи. Вот ведь с основной православной культурой у нас не очень все это складывается. Как вот с этим ваша школа как-то? Ну, знаете, мы помогаем в таких случаях. И если мы видим участие скажем, вот мамок к примеру, не церковная, да, то есть, ну, бабушка, так, зрелый человек, церковленный, проживший жизнь, и она активным образом, ну, к тому же, мама, к примеру, одна, то есть, она практически очень мало уделяет воспитанию своего чада времени, и вряд ли сможет какой-то такой нравственный дать ему хороший урок полноценный. Здесь мы, конечно, идем навстречу и берем таких детей, и брали это точнее, то есть, когда вот мы видим все-таки, что можно работать, можно разговаривать. Вот. А если не получается диалога, ну, что же, палкой-то бить мы же не будем, у нас такого принципа нету. Беседуем, работаем, встречаемся с людьми, а то, что, знаете, у нас такая беда в обществе, ну, что же делать, ведь, понимаете, столько прошло времени, и все-таки наше любимое многострадальное отечество часто бросалось из крайности в крайность, и здесь надо очень терпеливо и с любовью созидательно строить. Ведь церковь воспитывает примером, святость, это же ведь пример, мы смотрим на Святую Русь и видим, что эти люди очень разные, из разных сословий, из разных культур, и национальностей, и имущественных положений, они просто совершили тот самый нравственный подвиг, они стали полноценными настоящими христианами, то есть, они прошли этот путь, они стали нашими старшими братьями, нашими небесными покровителями, и хороший пример он научает хорошему, дурной он разрушает все, поэтому нету ничего несущественного в жизни и в педагогике, любая мелочь может стать решающей в воспитании человека, понимаете, вот когда по мелочам, какие-то мелочи в нашей жизни, в том числе в учебном, в воспитальном процессе, не обращаем внимания, вот накапливается ворох этих мелочей, вот поднимите сто камешков, это будет уже неподъемный груз, а бывает один камень какой-то, так сказать, может и тяжелый, но вполне подъемный, так с грехами, так с воспитанием, это все, никаких мелочей здесь не бывает, ссор надо вовремя убирать, потом его очень трудно выпалывать, и вот человеческая душа, детская душа, она все-таки душа очень благодарная, и вот видно по нашим воспитанникам, с которыми мы встречаемся, уже, ну, некоторым уже за 30 лет все-таки уже перевалило, то есть, это уже люди зрелые, уже семьи есть, какие-то даже посты занимают и ответственные, и такие содержательные, очень разные люди, и видно, как они друг о друге заботятся, как они относятся, все-таки это маленькие, маленькие плоды такого православного просвещения, это отрадно очень, дай Бог, чтобы это все, все это было, потому что все-таки нельзя, чтобы человек из детства выносил в жизнь зрелую, в которой ему идти, строить, выносил самое дурное, которое уже с детства в нем заложено, он видит только это дурное, он слышит только разговоры о том, как бы вот, какую-то карьеру сделать, как бы побольше денег заработать, это все, конечно, важно в жизни в разной степени, но это не может быть смыслом жизни, понимаете, не может быть, потому что нравственный человек, христиане, христианин, это все-таки нравственный человек, это очень важно для нас, созидатели, иначе мы пропадем тогда ничего не будет в России. Батюшка, вы не опасаетесь того, что родители ваших воспитанников зачастую просто перекладывают свои обязанности по воспитанию на вашу гимназию, считая, что там он все получит? Нет, это проблема, я этого не опасаюсь, это реальная проблема, то есть, она, как, некоторое потребительское отношение к жизни в разной степени присутствует, и этого тоже нельзя не замечать, потому что современный человек вообще, как-то, так сказать, общество, наше так быстренько стало общественным потреблением, то, что Запад прошел гораздо раньше в определенной степени, то у нас, этот процесс вот такой длительный, и есть такая инерция движения, инерция сознания родительского, удобно, как бы, отстраниться от некоторых проблем, видеть в своих детях только гениев, и не замечать какие-то дурные поступки, о которых я уже сегодня говорил, и, как бы, так сказать, переложить груз ответственности на школу, такое присутствует, слава богу, не часто, но в силу разных жизненных обстоятельств, это, это есть, условно, есть, это проблема, проблема воспитания, и не только детей, но и родителей самих, потому что есть очень тонкая такая грань, взаимопонимание, когда родители, делать, как ему удобно, скажем, раз, взяли и уехали, все, например, надо было быть в школе в этот день, а они куда-то, так сказать, отправились в благочестивое паломничество, потому что у них такое, это условно говорят, может быть, еще куда-то, все это вопросы серьезные, а потом накапливается груз нерешенных учебных проблем сразу же, когда пропуски, ни с того, ни с сего, ничем не оправданные, пропуск по благочестию, это, знаете, странный такой подход, это я не хочу что-то делать, вот я пойду в храм, это, так сказать, способ убежать от своего послушания. Мы входим все в храм, у нас, как во всех практически православных школах, каникулы, есть все-таки пасхальные каникулы, есть какие-то неучебные дни, ну, 2 на 10 праздники, иные какие-то чтимые праздники, но есть и послушание, если его плохо делать, то не будет никакого результата, а Бог ленивым не помогает, то есть потом уже нечего уже на зеркало пинять, тут вопрос такой, вот, собственно. Батюшка, а как Вы считаете, вот способствует ли преподавание закона Божия укреплению веры? Ведь, как показывает опыт европейских стран, в которых закон Божий обязателен, там все меньше людей считает себя верующими, да и в дореволюционной России было же подобное образование? Да, были семинары, показывают практика, что именно отличники и хорошисты из семинарии и гимназии разрушили храмы, оскверняли и расстрелили потом тех же священников. Да, было и такое, что ты скажешь, это факт исторический, с этим, можно сказать, нельзя не считаться. Я полагаю, это зависит от того, как преподавать. То есть, вот, это ведь особенно, то есть, что такое закон Божий? Не буквально предмет, но, хотя, в известном смысле и предмет тоже, да, то есть, включающий в себя определенное научение определенным, значит, навыкам, каким-то, так сказать, знаниям по истории, скажем, церкви, там, и по каким-то основным вероучительным понятиям, катеизическим и догматическим, то, что необходимо, ученику знать просто реально в жизни, чтобы просто, так сказать, не перепутать каких-то элементарных сект, определенные, не попасть в какие-то такие лапы привлекательные. Но, и это ведь, собственно, образ жизни, это закон, который Бог дал человеку, для того, чтобы он спасся, для того, чтобы он наследовал Царствие Небесное. И его просто так декларативно не введешь. Он преподается, и каждому, каждой возрастной группе, и каждому, поколению, можно его по своему как-то преподавать. Например, вот очень интересно, я так вижу, хороший такой результат, может быть, положительный, когда в старших группах для старшеклассников задавать какие-то, проводить какие-то проблемные круглые столы. семинар какой-то, типа семинара, то есть, задается проблема. Тема дружбы, тема любви. Например, как она осмысливается православным церковным сознанием, преданием, евангелием, как она осмысливалась, например, русской классической литературой. Ну, и как современный человек представляет себе вот эти вот основные какие-то такие понятия, основные какие-то нравственные принципы, и вообще есть ли они или нет. То есть, вот где-то нужно находить живое соприкосновение с человеческой душой, с разным возрастом, с своим временем. Это все должно быть тонко учитываться. Ну, тут уж это учительское искусство, тут надо уметь делать. А если плохо преподавать, то можно вырастить новое поколение атеистов. Это совершенно несложно сделать. Вот, и поэтому все, что вводится насильно, то это, понимаете, Достоевского мы приводим постоянно, знаменитый его пример, когда Федор Михайлович говорит, вот, когда будет построен муравейник большой, вот, появится на вершине этого самого муравейника, где все будет прозвучено братство, равенство и свобода в своем роде. Вот, господин с ретроградной физиономией и скажет, они послали нам это все, они разрушили нам этот муравейник. Вот, везде есть опасности, надо, ко всему относиться очень тонко и очень отзывчиво, с любовью, с любовью всегда. Не надо уповать на Господа, делать свое дело, честно, и все будет хорошо. Спасибо. Отец Сергий, святейший приоритет Кирилл в прошлом году, если не ошибаюсь, предостерег православной гимназии от превращения в элитарные дорогостоящие учебные заведения. Ну, про нас это точно нельзя сказать, про нашу школу. У нас, она в смысле таком финансовом далеко не элитарная. Конечно, мы плату определенно взимаем, вот, есть определенный бюджет, и без этого нельзя, получаем государственное, слава Богу, финансирование, да, в определенной мере, но иначе, просто, понимаете, школы тогда не будет. Можно будет делать вид, что люди будут преподавать, надо же, все-таки, чтобы педагог не на 10 работах работал, получал достойные жалования, потому что учитель, как и всякий делатель, достойный, достойный зарплату. Мы не можем платить огромных каких-то зарплат, о которых даже сейчас вот говорят официально по нашим средствам информации массовые, сколько будет получать учитель в Москве. У нас таких зарплат нету, у нас зарплаты пониже, но люди работают, слава Богу, как говорится, не, хотя они работают честно, и по мере сил мы стараемся этот труд отмечать. А оплата, хотя и как есть определенный ценз, но она все-таки для некоторых людей значительно льготная, мы учитываем очень многие жизненные обстоятельства и идем часто очень в ущерб школе, идем навстречу, то есть это все вполне решается, все вопросы решаются. Было бы желание у людей вообще учиться, а то ведь скоро братья-папуасы не захотят учиться, вот вопрос. Батюшка, а можно ли утверждать, что выпускники православной гимназии, говоря светским языком, в жизни более успешны, чем выпускники средней общеобразовательной школы? Ну, более подготовлены. Мне, я бы так, наверное, не стал бы говорить категорично, вот по какой причине, что все-таки у нас эти понятия успеха не ставятся во главу угла. А в советской школе часто это декларируется, это буквально даже входило в некоторые такие документы базовые, успешный человек. У нас такого нет. Но я хочу сказать, что наши люди не вполне в жизни нормально, почти все нормально устроены, в общем, я говорю, самые разные от охраны президента, от офицеров Федеральной службы безопасности до кандидатов в науку, врачей, технологов на различных предприятиях, педагогов, скоро, надеюсь, придут уже наши выпускники в школу преподавать, уже жду с нетерпением, вот, священников, да, все это совершенно нормально. Но главное, у них есть стержень евангельского осознания, пусть еще, пусть и слабости какие-то есть у людей в жизни, но все-таки, понимаете, это уже нормальное поколение. У них есть основа. У них есть основа. Да, это самое главное, и за это не стыдно, вот это хорошо, слава Богу, что всякие. Отец Сергей, а в вашей гимназии отмечают какие-нибудь светские праздники или только церковные? Нет, ну почему? Конечно, День Победы, это безусловно, святой праздник, конечно, это безусловно так. Какие-то юбилеи, связанные с тем же, вот, с вооруженными силами русскими, да, с российскими, День Учителя, ну, есть такие праздники, которые мы, конечно, почитаем, любим, и даем дань, конечно, безусловно, да, даем дань. Ну что ж, отец Сергей, я благодарю вас за беседу. Спасибо. Спасибо вам большое. Благословите наших телезрителей. Благословите всем, ангелы-хранители, спокойной ночи. Дорогие друзья, мы благодарим вас за внимание к нашей программе, программе, простите, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин